Смартфон, друг или враг? В самом вопросе, кстати, заключается очень интересный момент. Смотрите, мы воспринимаем иногда смартфон уже как полноценную личность, не как предмет, который мы берем, пользуемся, что-то делаем полезное, и зачастую очень даже вредное, о чем мы сейчас скажем, но уже как продолжение себя, как я иногда говорю, что как продолжение руки. То есть человек, такой уже, становится другом, сотрудником этого смартфона, а смартфон другом и сотрудником самого человека. Так вот, что в нем хорошего, что плохого, плюсы и минусы. Во-первых, нужно понимать, что любая штучка такая, электронная, технологичная, это железяка, как говорил старец и ангристианки, тот же компьютер, да, он, это железяка, которую ты можешь двояко использовать. Первое, ты можешь наполнить мир богоугодными книгами, да, ты можешь сделать то, что сделали, например, опять же, сотрудники православия РУ, Сретенского монастыря, сайт, создали огромный, один из самых больших, ровно, сайт Азбука РУ, Азбука Веры, да, где огромное количество книг православных. И ты помогаешь людям спасаться, фактически, благодаря этому смартфону, компьютеру, ноутбуку, интернету, если ты его правильно испортишь. А с другой стороны, можно сделать то, что делают, извините, студии какие-то, порнографии или какие-то, или ты можешь делать то, что делают, к сожалению, какие-то люди вообще из отели, как колдунные акулитисты, рекламируют свои услуги и привлекают людей, и фактически, ну, завлекают их все дьяволы, да, и служение этому рогатому существу. Вот, поэтому один и тот же технологический предмет, смартфон, компьютер, ноутбук, одна и та же технология интернета используется, но в разных целях. И, получается, идет человек или к Богу, или к Деву, то есть третьего не дано. Поэтому, как ты используешь, зависит от самого тебя, от самого человека. Естественно, есть какие-то нейтральные вещи, допустим, новости, узнать новости, тоже важно. Или там, ну, не всегда же ты можешь читать только духовную литературу, посмотреть хороший какой-то светский фильм даже, послушать хорошую музыку, почитать книгу, художественную литературу. Святые даже рекомендовали монахам, например, святитель Серафим Соболев и писал в одном письме своему корреспонденту, монаху, что если ты устал молиться, погуляй, почитай классическую русскую литературу, Достоевского, Гоголя, Лескова, там, даже какие-то имена называл конкретные. И тогда, да, можно, но опять же, нужно понимать, что все должно быть дозировано, что ты не должен быть фанатом этого смартфона. Даже если ты хороший фильм смотришь, допустим, тебе подниматься в 6 утра, а ты в 3 часа только заканчиваешь его смотреть, и потом, как говорится, на рогах еле-еле живой ведешь машину и едешь на работу в абсолютно неработоспособном виде, конечно, это не нужно. То есть ты уже становишься, получается, служителем этого смартфона, а не он, твоим. Кстати, вот это важный аспект, он должен быть раскрыт, что вот в этой паре смартфона человек, ты должен быть главным. К сожалению, сейчас мы видим, что очень часто смартфон становится главным вот в твоих отношениях, он руководит тобой, он руководит твое распределение времени, приоритеты ставит и так далее, тем более сейчас таргетирована реклама, ты там что-то даже сказал про, не знаю, квартиру на Гипре или там машину какая-то, да, и тут начинает тебе куча рекламы сыпаться, и ты, как рад, начинаешь тыкать на все кнопки, на все ссылки и опять же теряешь время, о чем мы уже говорили. То есть вот хронофак номер один, пожирать бренды номер один, это смартфон. Поэтому нужно очень хорошо с ним управляться, стараться все-таки отходить от него, дистанцироваться, во-первых, управлять целями, да, то есть, естественно, духовное, больше заниматься духовным делом или интеллектуальным развитием, да, но ни в коем случае не входить там в какие-то сайты развратные, там, порнография, оккультизм, там, еще что-то, суицидальные какие-то группы и так далее. Естественно, использовать в рамках Божьего закона его, это первое. Второе, все-таки, включать голову, как говорится, и контролировать время пребывания в нем, тем более даже есть программы, которые там устанавливают лимиты твоего пребывания в какой-то соцсети или там мессенджере или еще где-то, да, вот, это тоже можно использовать, если уж совсем ты не можешь его контролировать. И, конечно, нужно все-таки отдавать приоритет живому общению. К сожалению, сейчас мы видим, что люди перестали общаться. Это не только говорят, это про детей. Я знаю, у меня одна учительница с огромным стажем, лет 30, говорит так, что «А меня практически уже никто не поздравляет наяву, меня поздравляют с маленькими, малюсенькими какими-то поздравлениями, там, с Новым годом или, может быть, с другими праздниками, с днем рождения». Никто практически уже не сидит. Я знаю одну театральную журналистку, которая знала Ироневскую и Плята, и она вспоминает, какие были там посиделки, потрясающее личное живое общение. Вот. А сейчас, говорит, я в последние лет 10 не узнаю Москву, не узнаю театральную среду даже, потому что общение прекратилось, и в живое. Оно заменилось вот этим виртуальным, смартфонным, компьютерным, электронным. Нет чувств, нет эмоций. Эмоционально люди очень слабенькие, то есть даже сочувствуют друг другу, тем более там сорадоваться почти никто не умеет. Очень мало кто. Особенно вот в новом поколении, у которых, опять же, смартфон родился вместе с ними. То есть вот в 50-е годы там, да, они не знают уже жизни без смартфона и такого мира, в котором его нет. Поэтому давайте все-таки дистанцироваться и делать его слугой нас, а не наоборот. Богу нашему славу и всегда, и ныне и присто, и во веки рекорд. Аминь.